Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня хочу развернуто рассказать вам о поливе орхидеи. Это самая актуальная, самая наболевшая тема о том, как правильно это делать. Потому что одни говорят по одному, другие говорят по другому. Вот как новичку понять, как ему поливать свое новое растение. Или свежепересаженное растение, которое, не знаю, как сокровище такое, пересадили гряжащими руками. И хочется, чтобы она принялась, как правильно за ней ухаживать. Сегодня хочу доступным языком объяснить вам, как это делать. Во-первых, самое главное, это не переувлажает растение. Не делать у орхидеи внутри горшка болота. Это самое важное. И тут нужно, конечно же, прислушиваться к своему растению. Как бы странно это сейчас не звучало, но орхидея может вам показать, когда ее нужно поливать. И вообще, нужно ли ее поливать. Или у нее все в порядке. Вообще, давайте поговорим о том, что когда мы приносим растение домой, и это магазинный субстрат, он очень-очень благоемкий. И в таких посадках максимально аккуратно нужно поливать орхидею. Да, все уже слышали об этом торф-стаканчике, который находится внутри, под орхидейкой. Да, у самого основания орхидеи. Но с ним орхидея может спокойно расти годами при правильном поливе. Но, когда мы покупаем орхидею, в магазине советуют поливать ее как раз-таки замачиванием. И не просто наливать на донышко сантиметр воды, а именно погружать полностью горшок в воду и, собственно, полчаса, час отстаивать эту орхидею там. И когда мы достаем такую орхидею, там все чвякает, с горшка течет, и такая орхидея просыхает очень-очень долго. Но вам посоветовали поливать ее так раз в неделю. И уже со вторым, с третьим разом такого замачивания, особенно если еще и холодная вода, орхидея начинает гнить. Орхидея начинает тереть турбер, и вы не понимаете, что с ней происходит. А все из-за того, что вы неправильно ее поливаете. Как же понять, как правильно? Вообще, нужно смотреть корни. Обязательно, всегда. Какая бы посадка у вас ни была, нужно смотреть корни. У меня есть закрытая система в Амхе. Казалось бы, закрытая система это очень сыро. Мох это очень благоемко. Как же там растет растение? Да прекрасно оно там растет. Причем даже в закрытой системе я поливаю свои орхидеи через просушку. Хотя могу сказать честно. Я закрытой системой увлекаюсь уже очень-очень давно. И были такие моменты, когда вода стояла там всегда. И когда только температура снижалась, и она была ниже 20 градусов на подоконнике, там, где вода, корни сгнивали. Естественно, мне это не нравилось. И я перья немножечко переделала свой уход за орхидейками. И я начала даже в закрытой системе поливать орхидеи через просушку. Теперь у них прекрасные корни, которые не гниют. Вот они, посмотрите. Они вот устремляются там, где более влажно. И они вообще спокойно там существуют. Как я поливаю такие орхидейки? Все очень-очень просто. Я беру лейку. И вот смотрите, сейчас, конечно, вот корни, они зелененького цвета. Вот зеленый. Я бы, конечно, сейчас еще не поливала. Можно было бы еще подождать, да, пока корни станут серебряного цвета. Но я просто хочу вам показать, как это происходит. Я подливаю орхидеи воды. Она протекает вот на донышко. Да, я вижу, что там она примерно сантиметр. И все. Если орхидея во влагоемком субстрате, сантиметр воды абсолютно достаточно для того, чтобы вода распределилась по всему периметру этого влагоемкого субстрата и напитала орхидею. В идеале, конечно же, это делать через субстрат. Чтобы влагоемкий субстрат, опять же, пропитался водичкой. Смотрим на корни. После полива прошло, например, 5-10 минут. Вот мы смотрим. Если у орхидеи корни позеленели, значит, полива достаточно. Если корни остались такими же серебряными, то полива недостаточно. И можно пролить еще водичкой. Вот. Если орхидейку пересадили, так, пересадили. И у орхидеи кора. Кора, которая еще не напитанная водой. Как же поливать в таком случае? Но лично мой опыт говорит о том, что и орхидея свежепересаженная еще не впитывает в себя столько влаги. Вот так вот. Пока, опять же, на донышке не будет примерно сантиметр воды. Если вам кажется, да, вы посмотрели. Сейчас вот не пройдет немножко времени, да, вот должны корни позеленеть. Вот они сейчас как раз таки здесь серебряные. Но буквально, видите, водичка на них попала. Вот. И они сейчас буквально через какое-то время позеленеют. Если вы через 20 минут смотрите, да, а корни остались также серебряные, значит, воды нужно добавить. Корни серебряные добавляем еще чуть-чуть водички. И смотрим через время опять, позелене ли корни или нет. Вот таким вот способом орхидейка вам говорит. Хочет она пить, достаточно ли ей воды. Именно с помощью корневой системы. Если корни серебряные, значит, нужно подлить воды. Если корни зеленые, то отложите полив еще на какое-то время. До того, как они станут серебряного цвета. На самом деле все очень-очень просто. Для новичков, конечно, покажется сейчас, что это что-то как бы, да, вот, как понять, какие они там зеленые, серебряные. Но на самом деле все очень просто, да. Серебряный просушенный корень, его хорошо видно. Грунт просушенный также очень хорошо видно, потому что он, да, светлого цвета. Когда грунт влажный вот сейчас даже, да, подумал, но они уже позеленели. Посмотрите, они были, корни полностью серебряные, а сейчас уже половинка вот зеленая. Видите, даже тут на контрасте видно. Вот он, корень зеленый, вот он серебряный. Сейчас он весь полностью станет зеленого цвета. И орхидейка, значит, накрылась. Ей полива абсолютно достаточно. Если с водичкой вот корни позеленели, но вода заходит на уровень внутреннего горшка, то лишнюю влагу нужно слить. Особенно, если у вас дома прохладно. Если дома жарко, конечно, можно оставить водичку, но это не у свежепересаженной орхидеи, а у той орхидеи, которая уже достаточно давно растет и укоренилась в горшке. Бывают даже корни, да, проросли. Такие орхидеи спокойно выдерживают, даже если водички будут чуть-чуть побольше. Так, переходим к керамзиту. Керамзиты вообще не органические. Грунты, они, конечно же, не впитывают в себя влагу. Вот, поэтому, если вы, опять же, берете орхидейку, ну, у меня здесь даже вот, смотрите, смотрите, воды минимум, а у орхидеи корни зеленые. Сейчас я вам покажу. Вот, потому что здесь фитиль, сами корни теперь служат как фитиль, и вот корни, они все здоровые, все зеленого цвета. Вот, у меня, конечно, с керамзитом нет такой проблемы, чтобы он был прям сильно какой-то там сухой, и чтобы корни постоянно были серебряного цвета. Нет, наоборот, он как бы сдерживает влагу, он ее не напитывает, да, внутри он такой же пористый, но, как бы, оболочка его как-то поднимает воду вверх, и он равномерно влажный. Вот я заметила это в керамзите, поэтому мне это очень нравится, и я сажаю орхидеи в керамзит. Вообще, для меня сочетание фитильный полив, керамзит, плюс цион, это вообще просто суперсхема. Орхидея не гниет, так как это неорганический субстрат, питание идет от пролонгированной добавки, фитиль доставляет водичку всегда наверх. Полив такой орхидеи примерно раз в три недели, а то и в месяц, это зависит, опять же, от температуры. Вообще, какой подведем с вами итог? Что в любой посадке, в любом грунте нужно смотреть на корни. Орхидеи, которые свежепересаженные, лучше, конечно, не замачивать. Вот, вы знаете, я лично советовать это не могу. Если кто-то так делает, у кого-то получается, ради бога. Но я посоветовать замачивать свежепересаженную орхидею не могу, потому что где-то микротравмы есть, где-то трещинки. Даже если вы выждали сутки и сильно ее замочили, кора напиталась, там все хлюпает. У орхидеи новая посадка, она еще корнями столько не употребляет воды, чтобы, да, вот это все в себя впитать. И она в ночь останется у вас сырая, мокрая, а на подоконнике все равно уже прохладно. И может начать загнивание корневой системы. Поэтому я все-таки советую свежепересаженные орхидеи поливать проливом, но убедиться, чтобы корни позеленели. Остальные орхидеи, которые давно уже растут в посадках, у которых корни уже проросли вот сквозь дырочки, вообще нет никакой проблемы вообще. Вот я тоже поливаю проливом. Вот таким вот способом. У меня как бы нет такой, не знаю, надобности замачивать орхидеи. Хотя, вы знаете, влажность воздуха у меня тоже невысока. У меня нет 70% влажности. У нас летом, да, было 30-40%. И я вот увлажнителем, с помощью увлажнителя, старалась ее все время поднимать, эту влажность. Ну, собственно, вот я наливаю водички так, чтобы был бы сантиметр. Опять же, если у вас дома слишком жарко, слишком сухо, да, и у вас, вы видите, что орхидея начинает терять тургор, ее корни при проливе не становятся зеленые, в таком случае орхидею можно замочить, и можно даже ее искупать под душем. Ничего страшного с ней не будет. Летом я свои орхидеи душевала, я свои орхидеи опрыскивала. И вот если вы видите, что вашей орхидеи не хватает влажности, да, вы видите, что у вас на гидрометре маленькая влажность, то орхидеи можно и нужно опрыскивать, чтобы у них не было дефицита во влаге. Вот, ну, собственно, все о поливе я вам рассказала. Я надеюсь, вы научитесь слушать своих орхидеи, точнее быть более наблюдательными за этими чудесными растениями. И в любой посадке, в любом грунте у вас все-все получится. Ваши орхидеи будут чувствовать себя прекрасно. Смотрите, у меня есть даже орхидейка, которая, да, она растет, но там практически все мох. Она в своем родном мхе, в своем моховом этом стаканчике, вставлена в горшок, и я обложила, здесь, получается, кусочки коры и мох. Вот так вот выглядит эта посадка, я вам сейчас покажу. Здесь фитиль, вот, большие кусочки коры, но так как она в своем родном стакане из мха, тут везде мох. Посадка считается такая, достаточно влагоемкая. Здесь фитиль, опять же, полив через просушку, корни становятся серебряного цвета. Я также, получается, проливаю растения, вот, с одной стороны, с другой стороны, всегда вот так проливом. Грунт все равно фиксирует влагу, и становятся, становятся корни зеленые. Не стали зелеными, добавляйте еще воды. Не ждите, пока ваши орхидеи засохнут, особенно, когда сейчас включились батареи, и достаточно, ну, у некоторых достаточно жарко. Тут тоже, вы знаете, такое, нужно все-таки следить за тем, что, потому что бывает летом слишком, у кого-то слишком жарко, у кого-то прохладно. Бывает также и зимой, у кого-то жарко за счет батарей, а у кого-то прохладно. Поэтому нужно именно не смотреть, что кто-то как-то делает, а именно следить за своими растениями и подобрать свой индивидуальный уход. Я думаю, что это будет самый классный, актуальный совет для новичков. Следите за растениями и подберите свой идеальный полив для вашей орхидейки. Всех люблю, всех целую, всем пока. Надеюсь, это видео было вам очень полезно, и вы не забудете поставить пальчик вверх.